Амбиции компании «Газпром» по монополизации газового рынка Центральной Азии наткнулись на непростые межгосударственные отношения стран региона. Российский гигант почти два месяца не может договориться с Ташкентом о поставках газа в Кыргызстан. «Газпром», располагающий собственным месторождением голубого топлива в Узбекистане, ранее обещал Бишкеку дешевый газ по цене 80 долларов за тысячу кубометров в обмен на монополию рынка страны. Кыргызстан, разумеется, не смог отказать детищу Кремля, но сразу после этого Узбекистан перекрыл вентиль. На данный момент правительство Кыргызстана находится в незавидном положении. Население Юго-Республики, больше всех выступавшее против продажи Кыргызгаза, Газпрому, сложившейся ситуацией винит не Узбекистан, а свое руководство в Бишкеке. «Нам надо немножко потерпеть, и газ на юге будет. Просто нет худа без добра. Мы еще раз видим, что мы правильно делаем, что уходим от ненадежного поставщика. Мы не должны зависеть каким-либо образом от тех стран, с которыми у нас имеются приграничные вопросы. И поэтому лучше иногда потерпеть несколько месяцев, но чтобы в будущем страна выиграла». Как идут переговоры, неизвестно. Газпром молчит. Ташкент на звонки киргизского премьер-министра не отвечает. Затянувшуюся паузу решили прервать киргизские СМИ. Одно из столичных изданий, ссылаясь на свои источники, сообщило, будто Узбекистан в обмен на возобновление поставок газа требует от Кыргызстана прекратить строительство гидроэлектростанции на притоке реки Сырдырье. Киргизские чиновники назвали информацию ДЭЗой, а парламентарии предложили правительству воспользоваться козырной картой – Токтагульским водохранилищем. «Воду спустили, вхолостую. Может, это просто межправительственные отношения? Может, это секрет. Ради добрососедства, видимо, и продали». Самое большое водохранилище Кыргызстана сегодня почти пусто. Вот так сейчас выглядит дно искусственного резервуара. Власти заявляют, что в стране маловодие, а местные жители утверждают, что на гидроэлектростанции в последние месяцы был холостой вброс воды. «Наши власти просто взяли и продали воду нашим соседям опять. И это все-таки вопрос коррупции в окружении нашего президента и в целом в коридорах нашей власти. Второе. Если они будут обосновывать тем, что маловодие в нашей стране, то у нас в Кыргызстане есть два водохранилища больших. Первое – это Тадагольское водохранилище, а второе – это Кировское. Сегодня воды в Кировское водохранилище больше, чем достаточно. Но почему-то воды нет в Тадагольское водохранилище». Сейчас Бишкек не имеет рычагов воздействия на Ташкент, но даже если бы имел, стал бы применять в качестве инструмента для давления на Узбекистан воду – большой вопрос. По мнению аналитиков, взаимодействия стран-регионов в последние годы идут по принципу «газ в обмен на воду». Впрочем, после возведения каскада гидроэлектростанций на притоках Сырдарьи и Амурдарьи в Кыргызстане и Таджикистане наиболее слабые республики станут полноценными игроками Центральной Азии. А пока рулевым Кыргызстану приходится кормить население обещаниями о скорой добыче собственного газа, опять-таки с помощью все того же самого «Газпрома».